В художественной галерее открылась первая весенняя выставка этого года. Это персональная экспозиция работ народного художника России, академика Российской академии художеств Олега Савустюка. В этом году ему могло бы исполниться 95 лет. Ценителям искусства он более известен как плакатист. Олег Михайлович создал огромное количество афиш и плакатов к балетным спектаклям Большого театра, которые вошли в Золотой фонд отечественного оформительского искусства. На выставке в Сарове представлены и его поздние работы. Нам досталась живопись 90-х и нулевых десятых годов, как бы рубежа двух столетий, когда уже Олег Михайлович занялся серьезно станковой живописью. Как отметила Ольга Ватульна, не бывает, что человек всю жизнь работает в одном направлении, потом берется за масло и совершенно меняет стиль. А вот и в живописи Олега Савустюка мы наблюдаем приемы, которые используют художники-плакатисты. Разно масштабность фигур, выделенность главного. Тема, которая здесь, то, что нравилось художнику, это люди, это город, это парковая скульптура, которая превращается у художников в совершенно другие объекты. Конечно, это друзья художники, с которыми он дружил. Вместе с картинами в Саров приехали книги воспоминаний, которые оставил Олег Савустюк. Он описывает в них свои путешествия по миру, когда он представлял советское искусство за границей на международных выставках. В экспозиции в галерее представлены альбомы, посвященные тем местам, где он побывал – во Франции, Италии, арабских странах. Он прекрасный рисовальщик. У него, ну вот к нам не приехали акварели, к нам не приехала графика, но мне кажется, что оттолкнувшись от живописи и приходя на экскурсии, главное, потому что мы все равно расширим тему живописи, чтобы рассказать про Олега Михайловича, и покажем те плакаты, часть из которых в репродукциях вы можете увидеть здесь, в наших витринах. Персональная выставка Народного художника России Олега Савустюка продлится в художественной галерее до середины мая для лиц старше 12 лет. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.